С нянями действительно сложно, не только на короткий срок, тут ошибиться просто страшно. Где искать и как правильно выбрать гувернантку для своего чада, расскажет представитель Тюменского отделения Ассоциации Юристов Ярослав Кирьин. Вы также можете задать свои вопросы по телефону в студии 682-147. Ярослав Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Для поиска вот такого работника, какой путь лучше выбрать? Агентство, частное объявление или все-таки рекомендации знакомых? На самом деле все пути подходят, но никакой не дает стопроцентной гарантии успеха выбора и стопроцентной гарантии защищенности ребенка. Почему? Потому что всякое решение может быть ошибочно и всякая информация, которую предоставляет няня, может быть неправдива. Что следует делать для того, чтобы выбрать? Конечно, нужно подходить, выбирать человека, беседовать индивидуально, просить предоставить документы максимально возможно, возможно написать биографию и так далее. Но подходить опять же к данным с разумным сомнением. То есть чем больше вам данных предоставят, например, о предыдущих работодателях. Понимаете, если человек добросовестен, он предоставит вам все. Вплоть до того, что справки о здоровье, потому что человек может болеть какими-то инфекционными, вирусными заболеваниями, которые опасны для ребенка и так далее. Поэтому все эти данные желательно перепроверить. И любое сомнение трактуется не в пользу кандидата. Это главное условие. То есть слишком много фактов нас тоже должно насторожить? Не слишком много фактов, а если есть моменты, которые не пересекаются. То есть, понимаете, слишком мало фактов нас должно настораживать. Какая может быть проблема? Очень часто под видом нянь, к сожалению, работают мошенники, преступники. И даже если няня пришла, какое-то время проработала от вас и спокойно ушла, она может быть наводчицей. Такие случаи есть по России. То есть через полгода к вам приходят люди, вскрывают квартиру, выносят имущество. Как себя обезопасить тогда? Значит, себя обезопасить, естественно, проверять кандидатуру, как я уже сказал. Как проверять? Максимальное возможное количество документов получить. Заключить договор. Обязательно заключить гражданско-правовой договор. Что дает гражданско-правовой договор? Дает он, получается, регулирует обязанности, условия труда. То есть все можно найти в интернете. Типовой договор, его скачать, какие-то условия по договоренности исправить. А получается, ее набор документов там мало посмотреть. Нужно иметь копии, я так понимаю. На всякий случай. Нужно иметь копии, я и говорю, написать, попросить ее автобиографию собственноручную. Приложить копии всех документов. Приложить копии документов каких-то, да. И, конечно, заключить гражданско-правовой договор. Ну а как еще обезопасить квартиру? На форумах многие родители пишут, что они ставили дома веб-камеры для скрытой фиксации. Это вообще правомерно? Это правомерно, но тут должна быть некая грань неразумность действий. Понимаете? То есть есть личное пространство человека, в которое нельзя вмешиваться. То есть нельзя снимать информацию с сотового телефона, например. Устанавливать камеры в туалетах. Разумность действий. Если вы поставили в квартире камеры... В спальне, на кухне, в гостиной. И еще обязательно вы же можете в договоре это все отметить, что ведется видео-аудиофиксация помещения. А если мы об этом не говорим, и няня об этом узнает, она может возмутиться и разорвать договор в одностороннем порядке? Ну, поэтому я говорю, лучше заранее договориться. В любом случае это дисциплинирует няню, хотя можете для себя на испытательном сроке получить какую-то информацию и так. Естественно, она распространению не подлежит. Ну вот мы заключили договор. Все-таки какие гарантии он дает? На что мы можем рассчитывать? Гарантию он дает как и вам, так и няне. То есть няне вы оговариваете оплату труда, что необходимо, рабочие дни, какие условия вплоть до того, как кормить ребенка, в какое время, когда он должен ложиться спать и так далее. Но если няня скрылась, если что-то из дома пропало, если ребенка, не дай бог, обидели, мы можем с этим договором пойти в органы? Представьте, если у вас есть полный комплект документов, автобиография, есть какие-то различные подтверждения деятельности, копия трудовой книжки и так далее, отзывы от людей, то, скорее всего, она и не пропадет. Понимаете? Она, возможно, даже не согласится изначально с вами сотрудничать. Если мы будем такие. Ну вот есть еще один путь, который выбирают сейчас родители, и это не только няни, это такой домашний мини-детский садик, где к няне домой приводят двух-трех малышей, чтобы ребенок мог общаться. Вообще, какие документы нужно проверить и какие основные требования у нас идут к домашним детским садам? Действительно, в конце прошлого года, именно 19 декабря 2013 года, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 68, был утвержден СанПИН особый о возможности размещения дошкольных групп детей в жилых помещениях. Там есть определенные требования, где-то есть послабление для предпринимателей. В основном требования касаются санитарного состояния помещений, зданий и так далее. Ну, то есть в квартире. То есть, да, чтобы ребенку было комфортно. Какие особые, значит, требования? Ну, например, наличие двух квадратных метров определенно на каждого ребенка площади в игровой комнате. То есть индивидуального постельного белья, которое стирается, меняется не менее одного раза в неделю. Категорически запрещено нахождение всяких животных, рыбок, зверей и так далее в этих помещениях. А как же это за уголок? Вот у нас здесь, да, в детском садике был. Ну, нынче это запрещено, чтобы здоровье детей было обеспечено. А мы можем сами у себя дома организовать вот такой мини-детский сад? Вполне можете. То есть достаточно прочитать вот это вот постановление. Если все требования соблюдаются, то, конечно, можно. То есть это специальная процедура была упрощена для людей, учитывая, что нехватка детских садов в стране, она есть. Это было отмечено Владимиром Владимировичем Путиным. И вот такое постановление имело силы. Ну вот сейчас, да, бывают ситуации какого характера? Вот мама сидит с ребенком одна дома, сообщает там подругам через знакомых, говорит, я все равно сижу дома в декрете, приводите своих, я с ними посижу. В этом случае у нее нет ни разрешения Санкина. Нам с ней как договорчик заключать, так же, как с ней нет. Документов никакой мы с ней не имеем. Ну, понимаете, эта ситуация распространенная. Сейчас мы говорили о людях, которые совершенно посторонние вам. Если люди знакомые, близкие, родственники ваши, то, пожалуйста, пусть сидят так даже лучше. Кто же может быть знакомая через 30 подруг, 30 друзей? Ну, вы уже на свой страх и риск действуете. Конечно, лучше что-то заключить, как-то себя обезопасить и так далее. Но вы решаете вы сами. Гражданско-правовой договор. Ну, в любом случае, если ребенок малолетний, и она его оставляет в опасности, а она его может просто без присмотра оставить, понимаете, и что-то с ним случается, ее можно привлечь к уголовной ответственности уже. Поэтому я говорю, вы действуете на свой страх и риск, так же, как и она. То есть, по сути, те же документы, что и для няни? По сути, ну, те же документы, если есть необходимость. Понимаете, задача подстраховаться. То есть я просто вам перечислю статьи Уголовного кодекса, по которым в прошлых годах привлекались няни по всей России. Представьте, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, угроза убийством, побои. И можно перечислять. Да, ну, в общем, кто предупрежден, тот вооружен. Итак, получается, что приглашая няню в поиск, ну, а еще для ребенка, мы должны проверить ее биографию, попросить как можно больше фактов, как можно больше документов, их ксерокопии, и обязательно заключаем договорчий, где прописываем все пункты. И не забываем видеофиксацию на кухне, в гостиной и в детской комнате. Все верно. Спасибо большое за советы. Ну что ж, я думаю, эти советы действительно помогут обезопасить и себя, и детей. Хорошего вам дня. Спасибо.